1 сентября. Время не только больших надежд и открытий, но и серьезных испытаний. Подготовиться ко дню знаний для многих – задача не из простых. Специально для детей из неблагополучных семей в городском округе организовали проект под названием «Собери ребенка в школу». Цель понятна и проста – снабдить одежды и письменными принадлежностями тех, кто действительно в этом нуждается. Акцию «Помоги собраться в школе» мы проводим традиционно в канун начала учебного года, вот уже порядка 9 лет. На данный момент мы помогаем собраться в школу 168 школьникам, из них это 12 первоклассников. Мы принимаем канцелярию, это тетради тонкие, клетку, линейку, общие тетради, карандаши, ручки, пеналы, портфели. В семейном центре Матищинске на улице Юбилейной работы уже непочатый край. В ожидании своего часа на столе лежат упаковки пластилина, тетрадей, блокнотов, кисточек, красок, карандашей и фломастеров. Собранные товары пробудут здесь примерно до середины августа, а затем распределятся между десятками семей. Поддержать социально незащищенные слои населения могут все желающие. Еще одну благотворительную акцию с аналогичным названием проводят учреждения культуры Матищ. Она распространяется не только на городской округ, но и на новые территории. Сотни мальчиков и девочек Донбасса тоже нуждаются в учебных принадлежностях. Пункты сбора гуманитарной помощи расположены во многих общественных пространствах. ДК Яуза – одно из них. Механика проведения акции достаточно простая. Если у вас дома есть, например, рюкзак, который в отличном состоянии, в хорошем, и он может подойти будущему школьнику, то вы можете прийти в абсолютно любое учреждение. Это может быть учреждение культуры, библиотеки, наш дворец культуры Яуза, это может быть музеи, везде организованы пункты приема, сбора этой гуманитарной помощи. Основная доля поступлений – товары для первоклашек. Впрочем, попадается и кое-что для ребят постарше. Независимо от возраста, школьники ДНР и ЛНР будут готовы к новому учебному году. Евгений Ощепков, Вадим Воробьев.